Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Полесское дерби. В 27-м туре чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге Гомель уступил Мозырской славе. Мозыряне начали матч на своей площадке бодро, однако вскоре зелено-белые перехватили лидерство. Результат не заставил себя ждать. На 16-й минуте Руслан Болов открыл счет поединка, а на 22-й оформил дубль. На 66-й минуте мяч в свои ворота забил гомельчанин Андрей Иванов. На 75-й минуте Мозырянин Максим Слюсар сравнял счет 2-2. А за 5 минут до конца основного времени Юрий Недошковский забил победный мяч. После финального свистка на табло горели цифры 3-2 в пользу славеи. В очередном туре чемпионата Беларуси по хоккею в экстра лиге Гомель уступил Металлургу. Волки вели четырежды по ходу матча, но Рыси трижды уравнивали цифры на табло. К третьему периоду команды подошли с равным счетом 3-3. В завершающей 20-ти минутке успешнее были гости. На еще один камбэк Гомеля не хватило. Металлург благодаря этой победе увеличил отрыв от седьмого места до 8 баллов. Завтра обе команды гандбольного клуба Гомель проведут очередные поединки в мужском и женском чемпионатах Беларуси. Мужчин ожидает гостевой поединок в Минске соперник БГУФК СКА. Начало матча в 17.00. Женская команда будет бороться за победу на домашней арене соперницы Гомельчана к гандболистке Берестия. Стартовый свисток прозвучит в 18.00. Трансляция обоих матчей будет вестись на сайте Гандбольной Федерации Беларуси. Завершился открытый турнир по теннису Гомель Бэйби Кап. В нем участвовали более 80 мальчиков и девочек. Они выступали в двух возрастных категориях до 8 и до 10 лет. По результатам соревнований среди девочек до 8 лет победила Мария Березина. Среди мальчиков Арсей Барков. Во второй возрастной группе золотые награды у Стефании Непарент среди девочек и Матвея Жарина среди мальчиков. Завершился первый этап республиканских соревнований по фигурному катанию среди юношей и девушек «Звездочка». За победу боролись более 200 спортсменов. Гомельскую область представляли 63 человека. Цель турнира – провести отбор в национальные команды Беларуси. По итогу соревнований у гомельчан 4 медали. В своих возрастных категориях Арина Каптюк и Екатерина Петриченко завоевали бронзовые награды. А вот Мария Загорская и Елизавета Болоникова стали обладателями медалей высшей пробы. Финал турнира пройдет в Минске 25-27 марта. До этого спортсменам предстоит преодолеть второй этап в январе и третий в марте. Они пройдут в Гомеле и Витебске соответственно. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Оставайтесь на Беларусь.